В юности супермодель из Восточной Европы, а позже богатая женщина с Пятой Авеню без определенных занятий, Мелания Трамп привыкла красиво ходить, стоять и сидеть, но не говорить. Премьера Мелании, как показалось сначала, прошла удачно. Публика радостно хлопала в ладоши, в особенности там, где миссис Трамп вещала о семейных и американских ценностях. Но довольно быстро выяснилось, что ультраконсервативная аудитория аплодировала словам либеральной леди. Мелания позаимствовала особенно удачные пассажи из выступления Мишеля Обамы восьмилетней давности. Дональд рассчитывал предъявить свой главный козырь в виде жены, умницы и красавицы. Но вышел конфуз. Такие глупости удивили Елену Мещерякову. Эпическое приземление именного вертолета где-то на Среднем Западе. Момент зрелищный. Шоу, которое Трамп устроил в Кливленде для республиканских делегатов со всей Америки, действительно было богато на визуальные эффекты. Трамп питает к ним слабость. Еще Трампу нравятся эффектные женщины. Именно такая у него в женах. Только на этот раз точенная фигура Мелании Трамп не украшала задний план. Супруга решила остаться дома после неудачного выхода в люди накануне. Для меня большая честь представить вам будущую первую леди США. Мою жену. Удивительную мать и великолепную женщину. Меланию Трамп. Казалось бы, все под контролем. Ради любимой Трамп нарушил традицию партийных соло первых жен и лично вывел из тумана возможную хозяйку Белого дома. За кулисами Трамп называл супругу секретным оружием в борьбе за симпатии партии. Она умна, не по фигуре. Идеальная первая леди. До сих пор бывшая модель из Словении создавала впечатление молча. Но тут выразила горячее желание выступить с трибуны съезда. Роднеков и ковбоев ее балканский акцент обезоружил не сразу. 28 июля 2006 года я была очень горда тем, что стала гражданкой Соединенных Штатов. Это величайшая честь для жителя планеты Земля. История Золушки-эмигрантки из панельной хрущевки маленького городка в бывшей социалистической Югославии должна была покорить тех консерваторов, кому не сразу приглянулись откровенно длинные ноги с обложек Вог и Максим. Третья любовь всей жизни Трампа самостоятельно поработала над новым имиджем. Без всяких советов по интернету Миланя заказала себе платье сербского дизайнера Роксанды, элегантно подчеркнув и славянские корни, и изящные формы. У нее все получилось. Почти. Я считаю, что все-таки первая леди – это не просто картинка. Да, она прекрасно выглядит, она хороша собой, она бывшая модель, она умеет себя преподнести. У нее есть чудесный акцент, который, я думаю, может очаровать страну в определенном смысле. Но я считаю, что первая леди, вероятно, это мое личное мнение, я считаю, что первая леди должна одеваться немного более консервативно и быть ближе к людям, а не носить платье, которое стоит 2500 долларов на сайте «Нета Портер». Беда в том, что за новой звездой политического небосклона следили не только придирчивые критики глянца. Внимательные и недоброжелательные слушатели за бурными аплодисментами уловили знакомые интонации нынешней первой леди. То же самое при тех же обстоятельствах произносила 8 лет назад на партийном съезде демократов Мишель Обама. 55 слов, одно к одному, о наследии, детях и ценностях. Не смонтировать это в рифму журналисты не могли. Ценности. Ты много работаешь, чтобы достичь того, чего хочешь в жизни. Ценности. Такие. Ты много работаешь, чтобы достичь того, чего хочешь в жизни. Твое слово – закон. Ты делаешь, что говоришь, и сдерживаешь свои обещания. Твое слово – закон. Ты делаешь то, что говоришь. Ты относишься к людям с уважением. Ты относишься к людям с достоинством и уважением. Такого внезапного обнажения перед 40-миллионной аудиторией не ожидали даже от мисс Бикини 2000 года в девичестве Мелании Кнаус. Позорное видео гоняли всюду двое суток. Трамп был в бешенстве. Он с самого начала по совету зятя купил жене двух проверенных именитых спичрайтеров. Но миссис Трамп решила подумать сама. Идею по телефону законспектировала близкая подруга семьи Мередит Макуайер. Между прочим, автор всех книг за подписью Дональда Трампа. Мы обсуждали ряд персон, которые вдохновляли Трамп. И те мысли, которыми миссис Трамп хотела поделиться с американским народом. По телефону она прочитала мне несколько выдержек из речи Мишеля Бамы в качестве примеров. Я их записала в черновик, на основании которого потом был подготовлен окончательный вариант речи. Это моя ошибка. Мелания хотела как лучше, а получилось, как у Трампа. Политическая самодеятельность супруга оказалась заразительной и непростительной. Если муж и жена одна сатана, то грех плагиата ложится на обоях. Готовясь к финальной гонке, Трамп поменял команду политтехнологов, научился фильтровать спич и даже перестал красить челку в радикально рыжий. Но его секретное оружие дало осечку в самый неподходящий момент. Впрочем, Трамп не был бы собой, если бы не обыграл ситуацию в свою пользу. Хорошие новости. Выступление Мелании получило больше внимания прессы, чем любое другое в истории политики. Если, конечно, считать, что любая пресса – это хорошая пресса. Миллиардер опять перепутал политику с бизнесом. Это в бизнесе даже плохая реклама – тоже реклама. Интернет-магазину, в котором миссис Трамп заказала выходное платье за пару тысяч долларов, и правда повезло, в тот же вечер распродали все. Елена Мещерякова, Лев Чеснов. Специально для тайм-кода.